Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Владимиром Бушуевым, директором фонда Андрея Первозванного. Добрый день, Владимир Викторович. Добрый день. В предыдущих программах вы подробно рассказали о проектах фонда Андрея Первозванного на Святой Земле, в Москве, на объектах Московского Кремля, в Марф-Мариинской обители. У наших телезрителей может сложиться впечатление, что такими глобальными, федеральными проектами фонд только и занимается. На самом деле это не так. И проект, о котором я хотел, чтобы вы рассказали, связан с очень отдаленным уголком нашей Родины. Это Курильские острова, на которых фонд реализует медико-просветительскую экспедицию уже больше 10 лет. Что это, как она зарождалась и в чем ее ценность? Интересная и уникальная программа, вот эти медико-просветительские экспедиции на Курильские острова. Она родилась очень интересным образом. Был на Курильских островах Владимир Иванович Якунин, и он познакомился с руководителем ЗАО «Гидрострой» Сверховским, Александром Григорьевичем. И, разговарившись, он говорит, что нужно еще населению, которое проживает на островах, для полного счастья. Он говорит, что для полного счастья нам не хватает врачей узких специализаций, действительно опытных и грамотных медиков. Хорошо, сказал Владимир Иванович. И практически на следующий год поехала на острова первая экспедиция. Она была такой, как бы, двусоставной. Первая – это весенняя экспедиция врачей детских специальностей, детской направленности. Уже осенняя – это август, сентябрь, октябрь. Примерно в это время она выходит на Курильские острова. Это так называемая взрослая экспедиция, где уже врачи таких специализаций, рассчитанные на взрослое население. Я в этих экспедициях был трижды. И сразу говорю, что заражен вот этим вирусом курильским. И тянет постоянно туда. И в силу того, что люди там совершенно потрясающие, прекрасные. И природу там вообще не с чем ее сравнить. Но возвращаясь, опять же, к медицинской части. Да, действительно, программа, которую Российская Федерация, правительство Российской Федерации реализует на Курильских островах, она выдающаяся. Потому что построена инфраструктура, социальная, будем говорить. Это и медицинские объекты, это и школы, это и аэродромы, это и культурные центры и так далее. Медицинские центры имеют оборудование для проведения инструментальной диагностики, контроля и так далее. А вот с врачами, как сказать, со светилами, ну, естественно, на Курильские острова, они там на постоянное какое-то жительство пока еще не переехали. Я говорю, пока, потому что все может быть. Это дело такое. Притягивают Курильские острова. И каждый год вот две экспедиции мы туда везем. В основном это остров Итурупа, это остров Шакатан. Оба острова находятся, безусловно, в интересной такой географической климатической зоне. Там очень много ветров в свое время бывает. Ветра, значит, это море, которое волнуется, Охотское море, Тихий океан. И порой наши врачи попадают и в шторма и так далее, и так далее. То есть, это не просто так, как мы раньше с вами говорили, гладкая такая вот экспедиция. Они полетели, они сели, они приплыли. А ну-ка, там, скажи, а, там, и так далее. Животик, там, ушки покажи. Ничего подобного. Это колоссальный труд этих людей, которые задействованы в этих экспедициях. Со всей страны, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Хабаровска, из Владивостока, из различных ведомственных поликлиник, там, включая российские железные дороги и так далее. Врачи едут туда, и они берут отпуска. Это не командировки этих учреждений здравоохранения. И эту работу мы проводим в тесном взаимодействии с ЗАО «Гидрострой», который, кстати, финансирует эти экспедиции, и с Министерством здравоохранения и России, и Сахалина как раз. Это все очень и очень, все, как говорится, технологично, взвешено, четко, внятно, понятно, куда мы едем, что мы делаем. А делаем мы, мы проводим диспансеризацию практически всего населения этих островов. И очень частенько выявляем те заболевания, которые, может быть, не выявляются на местах. И не в силу некомпетентности медицинского персонала, а в силу того, что наши дорогие островитяне частенько не ходят к врачам. А здесь уже, как говорится, деваться некуда, милости просим на осмотр. Но транспортная доступность играет роль. Им нужно прилететь на остров, в Южно-Сахалинск, и там проходить эти все осмотры. Это делать, конечно, сложно. Самолеты часто с перебоем летают. Если на корабле, то это сутки, насколько я понимаю, переход длится. Ну да, по крайней мере, ночь мы идем туда, на теплоходе, и когда там штормит, конечно, чуть подольше. А штормит там знатно, я вам должен доложить, эти длинные волны океанские, когда пять минут наверх, пять минут вниз. Это не каждый желудок такое испытание выдержит. Но врачи молодцы. Врачи молодцы еще и потому, что все это происходит на волонтерских основаниях. Они не получают за это никаких гонораров. И многие уже из года в год туда приезжают, знают своих пациентов, с кем они уже не первый год видятся, следят. Насколько мне известно, они и даже дистанционно продолжают общаться, и какие-то рекомендации свои выписывают. Но что это тянет, что это дает? Вы общаетесь с медиками? Дает удовлетворение от того, чем ты занимаешься. Я знаю, что и на своих рабочих местах ведь это люди удивительные. Сколько я там был, и потом общались мы вне экспедиции. Потрясающие люди. Это люди, которыми просто любуешься. Как они себя позиционируют по отношению к обществу, как они ведут себя по отношению к друзьям, к семьям и так далее. Это действительно образцы, это герои нашего времени. Я говорю совершенно без пафоса, абсолютно спокойно. На самом деле они такие. Они высокие мастера, и они патриоты своей страны, и они действительно очень душевные люди. Что для каждого из них это дает? По большому счету они очень удовлетворены. Я не скажу, что там вот это счастье особое такое. Но на самом деле удовлетворение от своей работы. А потом, собственно говоря, и власть на Курильских островах делает все для того, чтобы они чувствовали там себя комфортно. Для них созданы все условия. Ведь представляете, когда врач УЗИ делает 35 инструментальных исследований за смену, какой он выходит после этой смены. Или же, предположим, там другие. В этом году ездил совершенно потрясающий массажист на острова. Ну, представляете, вот он утром начинает манипуляции, да? А вечером он их заканчивает. Как он себя чувствует? Вот, конечно, процедуры восстановления какие-то, экскурсии по островам. Все это делается. Я уже не говорю о том, что там и почуют их хорошо, и кухня там местная наша, российская, вполне себе достойная. Ну, а природа, ну, я всех приглашаю на Курильские острова. Сейчас, тем более, инфраструктура там становится доступной. Ну, а по средствам, кто поближе, тем подешевле выйдет. А уже мы, как говорится, москвичи, ленинградцы, представители других регионов, будем копить денежки. Еще один проект, который связан с малыми территориями, пусть и не столь отдаленными от центра, это село Хопылево, малая родина Федора Ушакова. Как в вашей судьбе оказалось это заброшенное, по сути, на тот момент место? Почему вы выступили с инициативой, и руководство фонда, и партнеры фонда поддержали эту инициативу? Зачем это нужно было? Ну, это особая история. Безусловно, сейчас, когда комплекс в селе Хопылево, посвященный Федору Ушакову, практически завершен, там идут какие-то отделочные и оформительские работы, можно смело сказать, что этот проект действительно удивительный. И вот он немножко так вот, я мог бы ему присвоить статус чуда, но я человек, как говорится, не уж такой, который может себе это позволить, но тем не менее могу сказать, действительно, эта история интереснейшая. Мы когда были в Рыбинске, у нас была там школа общественного действия Павла Федосова, как раз говорили с ребятами, с волонтерами Рыбинска о том, как надо выстраивать свою работу. С нами очень хорошо задружились местные руководители Рыбинска самого. И вот от одного из них я услышал рассказ и моей коллеги, которые были вместе со мной, что есть такая деревня Хопылева Рыбинского района, где стоит храм, в котором ввечался Федор Ушаков, а до этого его родители, которые там на погосте рядом с этим храмом и лежат. Поедем, посмотрим, сказали они мне. И, конечно, сотрудники, которые вместе со мной были, горячо поддержали это предложение, и мы приехали туда и обнаружили два практически развалившихся храма. Один – это богоявление на острову, второй – Александра Невского. Это был комплекс монастырский раньше, он был монастырь здесь. И стало как-то не по себе. Стало не по себе из-за того, что Федор Ушаков, прославленный адмирал, не проигравший ни одного военного сражения на море, флотоводец, он известный дипломат. Ему принадлежит инициатива создания конституции семи ионических островов. Это тот, который Нельсону нос утер, потому что он корфу взять не мог, а вот взял Федор Федорович Ушаков, который особым образом организовал взаимоотношения турок и греков на островах, что там воцарился мир. Я не знаю, насколько он был глубокий и от души, но тем не менее порядок там Федор Федорович навел у Ушаков. Потрясающий флотоводец, герой учебников по военному искусству и так далее, любимец наших моряков – Федор Федорович Ушаков. А вот тут два разваленные храма стоят, в которых он крестился, на берег Волги выходил, мечтал о чем-то. Там огроменная Волга такая, как раз, излученная идет. И говорят местные, давайте памятник поставим Федорович Ушакову. Вы знаете, вот стыдно, но я посмотрел окрест, как говорится, бросил взор, обнаружил несколько домиков, которые где-то там вот, типа как в Овраге находятся. И первая мысль, которая ко мне пришла, а для кого? И потом, и благодаря сотрудникам, которые были со мной, и благодаря как раз руководителям Рыбинским, и, наверное, где-то и у меня, возникло это чувство, знаете, такого горячего стыда о том, что великие люди, а мы даже память-то о них не можем захоронить нормально. Решили поставить памятник. Клыков Андрея огромное спасибо, Царство Небесное, это его творение. И возник памятник шестиметровый, вместе, видимо, с самим холмиком, на котором стоит, там где-то метров, наверное, под восемь. Это скульптурная композиция, на ней изображен Федор, маленький подросток, который держит в руках кораблик такой, парусный, небольшой. За ним стоит большая фигура его родного дяди Федора Саноксарского, удивительного тоже человека. Был такой солдат в Преображенском полку Иван Ушаков, родной дяди, который потом стал монахом. В общем, история потрясающая совершенно. И он как бы, вот руку он маленькому положил, Федору на плечо, и он его вдохновляет, окормляет. Вот Федор, памятник мечты. Маленький мальчик стоит, мечтает о Великой воде. И потом становится величайший адмирал на все времена и так далее. Возник этот памятник, и руководство Ярославля, Ярославской области специально прилетело к этому памятнику. Это была уже зима, но посмотрелось и сказало, что да, вот мы беремся за то, чтобы здесь все то, что связано с именем Федора Ушакова, было восстановлено, как оно было. Председатель правительства Степаненко на тот момент, сейчас он занимает другую должность, он стал председателем Попчийского совета фонда, куда и я, и, естественно, фонд Андрея Первозванного тоже вошли. И благодаря заслугам этих заинтересованных людей, приложивших колоссальные усилия и, главное, душу вложивших в это, сейчас там потрясающий комплекс духовный. И стоит уже два храма восстановленных, и сад там посадили, и даже площадка там есть вертолетная, и там есть дом Причта, еще готовится и школа, там будет такая приходская, а потом и причал для тех пароходов, которые идут на Ярославль и будут причаливать там тоже, чтобы люди пришли, поклонились по памяти Федора Федоровича Ушакова. Вот казалось бы, да, вот где наша заслуга до фонда Андрея Первозванного? А в том, что мы разглядели, мы услышали, мы поняли, и мы инициировали. Вот наша заслуга. Заслуга тех людей, которые эти объекты восстановили, конечно, она неоспоримая. Здесь мы только, как говорится, радовались и вместе с ними все переживали. И как вы отвечаете сейчас на вопрос, для кого все это? Для потомков, естественно, для тех людей, которые туда придут, для тех людей, которые чтят память Федора Федоровича Ушакова. Сейчас на Ленинградском шоссе за речным вокзалом, по-моему, где-то в районе речного вокзала, строится храм и храмовый комплекс, который тоже посвящен Федору Федоровичу Ушакову. И его восстанавливают как раз молодые предприниматели и москвичи, эти, которые приехали из республик СНГ к нам и уже тоже работают давненько здесь у нас в Москве, строится этот комплекс. Мы с ними дружим, я понимаю, что будет треугольник вот такой духовной работы Санаксарский монастырь, Хапылева и Москва. И люди, которые занялись этой работой, они безусловно доведут ее до успешного завершения. И не только память, не только записи и фильмы Федора Федоровича Ушакова, но и вот такие реальные объекты материальные, которые создаются и будут еще создаваться. Это здорово. Для фонда такие просветительские проекты, особенно связанные с увековечиванием памяти наших замечательных соотечественников, не первый проект. И многие годы реализовывалась программа служения отечеству событий и имена. Множество памятников, документальных фильмов, конференции было посвящено разным деятелям и событиям из нашей истории, которые, может быть, не на слуху у широкой общественности. Сейчас фонд реализует проект, который называется Лига исторических игр, машина времени. Он тоже связан с теми или иными этапами развития нашей страны. На кого он рассчитан и какие задачи вы, как директор фонда, ставите перед сотрудниками? Ну, это очень интересный проект, комплексный проект. В первом приближении, конечно, на студентов. На студентов исторических факультетов, политологических факультетов, университетов, институтов нашей страны. Но и, безусловно, на педагогах. Безусловно, на руководителей как раз вот системы и образования, и просвещения. И на ту общественность, которая не безразлична, какое поколение придет на смену тем людям, которые, собственно говоря, скоро будут эстафетную палочку передавать нашей молодежи. Насколько они глубоко знают историю, насколько они дорожат традициями нашей страны, насколько им сама страна не безразлична. А это сейчас очень важно. И родился этот проект, мы его назвали условно Лига исторических игр. Кстати, название запатентовали, зная о том, что как весело иногда то, что мы разрабатываем, используется другими, хорошими людьми, по которым берут просто, ну, хорошее, хорошее, давайте у нас будет такое хорошее. Вот. Мы его запатентовали, вот, Лига исторических игр. Студенческая игра. Она трехкомпонентная. Первая – это собственная игра, вторая – это интернет, такие ресталища, битва в интернете. И третья – экспертная сессия, где уже выдающиеся умы нашего Отечества, обсуждают итоги и, собственно говоря, саму проблему. Начали мы с революции 1917 года, наверное, для нашего Отечества это такая веха, точка перемен глобальных. Вот. И студенты разыгрывали как раз ситуацию, в чем смысл. Смысл – это альтернативная история. Страна, как, наверное, и жизнь людей, общества каких-то, групп социальных иногда выходит в такую точку, реперную, что ли, да? На которой решается ее судьба. По какому она пути пойдет? Ну, вот так вот совершенно условно богатырь перед камнем, где вот три дороги прямо налево-направо, он их выбирает, и от этого зависит его судьба. 1917 год был то же самое. Там до десятка партий ведущих было, которые также хотели определить судьбу и развитие России, и каждый предлагал свою платформу. Студентам это было предложено. Вот. Возьмите на себя функцию и роль какой-то партии, пожалуйста, донесите до нас ее видения исторического развития России. Ну, а потом посмотрим, насколько ярко, убедительно все это произошло. 1917 год, первое сражение студенческое, первое, значит, сражение в интернете, в котором, помимо российских наших активных пользователей участвовала и Беларусь, и Украина, и другие страны присоединялись к этому. Ну, получилась совершенно захватывающая история, опыт, театрализованные представления, ну, естественно, ну, посредством все было, значит, и какие-то там костюмы дорогие там отсутствовали, в основном это покрашенные просто, ни во что-то такое. Ну, получалось вот такое нечто между исторической игрой и хорошим капустником, но студенты, это же ребят креативные, яркие, от них вот энергия в разные стороны брычет, потрясающе получили мы опыт. В чем смысл? Смысл погружения в историю. Когда ты переживаешь историческое событие и ты исторически получаешь какой-то опыт и эмоциональное вовлечение, ты эту историю знаешь, ты ее как бы пережил вот такой через этот сценический образ и само представление. Плюс изучение литературы и так далее, плюс участие в интернет вот этом, в интернет-битвах, а потом трансляция экспертной сессии это большого стоит. Это совсем не КВН. Я к нему с огромным уважением отношусь, но КВН это, как сказать, больше такая студенческая сейчас молодежное шоу-мероприятие, где люди собираются, им интересно, приятно, шутки звучат, искрометная музыка. Нет, у нас это больше все-таки такая образовательная история, мы этим занимаемся. А потом события гражданской войны на следующий год, и не только гражданская война, как война белых против красных, красных против белых и зеленых, и так далее, и тому подобное. Нет, это освещение гражданской войны нашими выдающимися деятелями культуры. То есть, гражданская война, события гражданской войны через зеркала эпохи, а зеркала эпохи, кто это были? Это был Федор Шаляпин, это были другие деятели культуры и тому подобное. Это очень интересная игра. И каждый год мы как раз эту игру проводим. Я знаю, что вы также преподаете в одном из федеральных университетов. Какие у вас ощущения от современной молодежи, особенно в сравнении с тем периодом, когда вы учились, что изменилось, какие интересы, те, кто участвуют в проектах фонда и те, кому вы преподаете, за ними будущее ведь? Ну, вы знаете, Александр Сергеевич, хотя вы открытие не сделали, я тоже по поводу будущего, действительно. Априори, за ними будущее, мы передаем весь тот опыт, который мы накопили, и не только положительные моменты, но, к сожалению, и то, чего мы не решили, какие вопросы, им как раз сейчас придется и продвигать дальше, и решать эти проблемы. Ну, мне очень нравится современная молодежь. Нравится она тем, что она сохранила в себе естественность. Она не зашоренная, она открыта и всему новому, и к восприятию традиций, которые накопили старшие поколения. Ребята с удовольствием общаются, они с удовольствием читают. Насколько глубоко они усваивают материал, ну, это, конечно, зачеты и экзамены показывают, и тут я желаю им немножко поглубже все-таки воспринимать тот материал, который им дают, и они его проходят. Но в целом я им очень доволен. Я доволен тем, что тот университет, это государственный университет просвещения, где я преподаю два предмета лидерства и методику преподавания лидерства, университет сохранил, сам сохранил традиции тех вузов, которые, собственно говоря, ему предшествовали. А эти традиции очень хорошие. Он сохранил и демократизм, и достаточно серьезную дисциплину. Чего бы я хотел все-таки нашим ребятам, студентам пожелать, и не только тем, которым я преподаю, с кем я занимаюсь, и другим. Почему? Потому что действительно я определенным опытом общения и через игру и так далее, о котором мы с вами говорили, это понимаю. Во-первых, быть более сплоченными. То есть вот эти группы учебные, в которых они занимаются, это не только место, где они получают знания. Это место коммуникации, это место приобретения опыта, общения. Хотелось бы, чтобы ребята были более дружными, чтобы эта дружба, их сплоченность, она потом была транслирована на будущее, их жизнь, чтобы они постоянно друг другу помогали, чтобы вот эти корпоративные отношения и связи, они сохранились по жизни, чтобы они дорожили своими учебными заведениями не только к тем местам, где они получают диплом, а где они получили друзей, общение, хорошее общение. Это не только касается студентов, это касается и школьников. Все-таки вот эти современные коммуникации, индивидуализация молодежи, они несут в себе очень большую опасность. Разъединение. Вот если вы говорите, а как вы, а мы, предположим, в наших учебных группах пели постоянно, куда бы мы ни шли, чем бы мы ни занимались, вот мы песню поем, какую-нибудь там у нас шутки, смех, дружба, по сей день, которая продолжается, в моих заведениях, которые я заканчивал, вот это была сплоченность, это был монолит, вот это было взаимоуважение, взаимовыручка, и это все продолжается и по сей день. Того же желаю, как говорится, и ребятам, хотя я у них очень многому учусь. Спасибо огромное за эту беседу, спасибо за ваш труд. Спасибо вам, Александр Сергеевич. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok